Мировая рыбалка представляет Ловля пеламиды в водах Средиземного моря у побережья Израиля Чтобы вы все это увидели, наша съемочная группа приехала в город Аждот Расположенный в 30 километрах южнее Тель-Авива Здесь нас ждет встреча с местным рыболовным гидом Давидом Ахайоном Специализирующимся на морской рыбалке Который уже все подготовил к выходу в море и ждет нас на пирсе Здравствуйте, меня зовут Давид Ахайон Мы с вами находимся в Израиле, в городе Аждот В Марине, из которой огромное количество рыболовов выходят в море Как видите, сегодня прекраснейшая погода И у нас есть хорошие шансы поймать рыбу Мы постараемся с вами добыть пеламиду Это рыба из семейства Тунцовых Вообще она водится в Красном море А к нашим берегам попадает через Суэцкий канал И именно в нашем районе ее сосредоточено очень много Современный Аждот был основан в 1956 году на песчаных холмах Недалеко от древнего города, который ведет свою историю как минимум с 17 века до нашей эры Что делает его одним из самых старинных городов в мире В разные периоды город был заселен филистимлянами, израильтянами, византийцами, крестоносцами и арабами Сегодня Аждот является важным региональным промышленным центром Порт Аждота – самый большой в стране Ведь через него проходит 60% всех ввозимых грузов в Израиль Ну вот, мы с вами наконец в лодке И сейчас займемся подготовкой снастей для троллинга Сегодня мы будем использовать лайтовые удилища Поскольку не собираемся ловить какие-то крупные трофеи Пиламиды, скорее всего, будут такие же лайтовые, как и удочки К тому же легкие снасти помогут нам поддержать чисто спортивный дух Для успешного троллинга легкими снастями нам необходимо создать достаточно крупную искусственную стайку рыб Поэтому мы задействуем как можно больше удилищ Сегодня их будет шесть На каждом – по воблеру Думаю, наша стайка будет выглядеть очень привлекательно для рыбы, которую мы хотим поймать А для того, чтобы лески не спутывались Мы разместим спиннинги в шести разных точках на катере И у нас не будет никаких проблем Каждый спиннинг оборудован катушкой со счетчиком лески Это нужно нам для того, чтобы точно знать, на какое расстояние отпускать приманку И для того, чтобы расположить их в стайке так, чтобы они не спутывались Как я уже сказал, для того, чтобы наши шансы поймать рыбу сегодня были высоки Мы задействуем шесть спиннингов Даже несмотря на то, что есть риск все спутать Спиннинги все время будут находиться на одних и тех же подставках А вот с приманками мы будем экспериментировать Запустим воблеры на разные глубины и на разное расстояние от катера Приманки с небольшим заглублением будут расположены дальше всего от нас А воблеры с большим заглублением — ближе Теперь несколько слов о самих приманках Все воблеры оснащены тремя крючками По нашему опыту, пеламида, когда атакует приманку, стремится ухватить ее посередине тела Поэтому то, что посередине есть тройник, только увеличивает наши шансы напоимку рыбы Вы видите, насколько потрепаны эти воблеры? Они уже почти лишились окраски, но это говорит о том, что они очень уловистые И с их помощью я поймал множество хищников Надеюсь, что и в этот раз эти приманки меня не подведут Пока еще я не знаю, какую расцветку предпочтет сегодня рыба Поэтому сейчас поставлю несколько вариантов приманок Вот эти, с натуральной окраской Они очень напоминают мелкую рыбешку, которая здесь водится А для того, чтобы пробудить интерес хищника к нашей стайке Я предложу ему несколько вот таких воблеров с фантазийной расцветкой Само собой, что в этих краях ничего подобного вы не встретите Прошло уже 4 дня после большого шторма И на их холоде мы видим огромное количество мелкой рыбы Анчоуса Которая, кстати, является основной кормовой базой для пеламиды Будем надеяться, что сегодня у нее хороший аппетит Пеламиды рыба довольно зубастая Поэтому в этой рыбалке на приманки обязательно нужно ставить поводки Я использую титановые Сейчас мы забросим наш первый спиннинг Приманка будет находиться в 55 метрах от катера Контролировать дистанцию будем по счетчику Следующие приманки будут идти через каждые 7-8 метров А ближайшее к нам будет находиться на расстоянии 15-18 метров Когда клюнет мелкая рыба, мы увидим это по движению кончика удилища Если будет крупная рыба, то мы услышим звук фрикциона Именно поэтому настраиваем его так, чтобы он обеспечивал хорошую засечку И в то же время, чтобы нам был слышен звук фрикциона, как индикатор опоклевки Играет музыка Последнюю приманку, как я уже говорил, мы отпустим на 15-18 метров от катера Она будет идти в кельваторном следе нашего судна Эта так называемая белая вода очень привлекает рыбу Мы используем два электронных прибора в нашей рыбалке Один из них — эхолот С его помощью мы определяем глубину и изучаем рельеф дна Смотри, поклевка, рыба, рыба И у тебя тоже клюет Нам повезло Один из них — пакет Когда мы говорили об эхолоте, на котором как раз была видна стая мелкой рыбешки Которая является кормом для пеламиды Произошли три поклевки И вот результат Вообще у нас было пять поклевок Но из-за того, что нас в лодке всего трое рыболовов Взять мы смогли только три рыбы Но и это очень хороший результат Мы попали на стайку И это очень хорошо Посмотрите, эта пеламида попалась сразу на все три крючка У нее просто не было шансов сойти Как я и говорил, сегодня мы будем ловить рыбу весом от одного до пяти килограммов И вот, пожалуйста, вам доказательства Эта особь весит около двух килограммов У нас здесь пеламида не защищена законом То есть ее вылов разрешен в достаточном количестве Но того, что мы уже поймали Нам вполне хватит Для очень сытного, вкусного ужина И поэтому больше мы брать не будем Поскольку просто не съедим Мы продолжаем троллинговать на легкие морские снасти у побережья Аждода Взяв за первый проход три хорошие рыбы Давид Ахайон ведет катер на новое перспективное место Ища скопление анчоусов Являющихся идеальной кормовой базой для пеламиды Несколько слов о навигаторе Зачем он нам нужен? Во время движения нашего судна Он записывает трек То есть весь наш путь Показывает курс И если мы поймаем в каком-то месте рыбу Мы можем сделать отметку на навигаторе И при желании вернуться сюда в любое удобное для нас время Именно на эту же точку Чтобы снова попытать счастье Главным объектом нашей рыбалки является пеламида Или обыкновенная панита Как еще принято ее называть Эта рыба семейства скумбриевых Обитает в субтропических И умеренных водах Атлантического океана Включая Черное и Средиземное моря Максимальная продолжительность жизни пеламиды Около пяти лет Это ценная промысловая порода Но нам она интересна Лишь как достойный объект для рыбалки Мировой рыбалки В водах Средиземного моря У побережья Израиля Вы смотрите программу Мировая рыбалка Мы делаем новый троллинговый проход Во время которого у нас есть возможность Подвести краткие промежуточные итоги И рассказать вам Об особенностях ловли пеламиды Именно у израильского побережья Средиземного моря Сегодня мы с вами начали рыбачить В половине восьмого утра И нам сразу же повезло Мы нашли стаю И поймали рыбу Затем мы несколько раз прошлись По этому же месту Рыба была Но она уже не атаковала наши приманки Почему так происходит? У нашего хищника Есть свои периоды активности Как раз с утра мы попали в момент кормления Потом оно прекратилось И сейчас нам приходится выжидать Пока рыба снова проголодается И начнет охотиться Конечно знание часов активности И хищника во многом влияет И хищника во многом влияет На результат этой рыбалки Но я хочу рассказать вам Еще об одном моменте Который никак не связан с часами Но очень влияет на клев Десять дней назад был очень сильный шторм Слои воды смешались И у рыбы появилось много нового корма Который выбило со дна И смыло с берегов Поэтому может случиться так Что мы находим рыбу на эхолоте Но в свои традиционные часы активного кормления Она не клюет Сейчас здесь для рыбы Очень много кормовой базы Если она сытая То это уже не зависит Ни от какого-либо часа Ни от времени суток В любом случае Она не будет ловиться Пеламида Это не эндемик Средиземного моря Сюда она попала Из Красного моря И этот хищник собирается В очень большие стаи Во время рыбалки Мы ищем места С выделяющимся рельефом дна Где есть какие-то возвышения Либо наоборот ямы Пеламида приходит туда Где кормится мелкая рыба Самая высокая активность пеламиды В зимнее время года То есть начиная с конца октября Начало ноября И вплоть до февраля В это время Она максимально активна Рыба, рыба Работаем Сработали три спиннинга Но две рыбы Вероятно плохо засеклись Поэтому из трех Мы тащим лишь одну Вероятно 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 Обратите внимание Какие зубы у этой рыбы Теперь вам понятно Почему мы пользуемся Титановым поводком На эхолоте я снова вижу скопление мелкого анчоуса Пеламида Это самая лучшая приманка Это самая лучшая приманка для пеламиды Пеламида хищник Основу рациона которого составляют мелкие стайные пелагические рыбы Вид которых зависит от географического места обитания Эти рыбы способны проглотить довольно крупную добычу В среде пеламид, как впрочем и у многих других хищников распространен каннибализм Чтобы поймать пеламиду на троллинг Внимательно наблюдайте за показаниями эхолота Как только вы заметите большое скопление мелкой рыбы Готовьтесь не прозевать поклевку Еще один ориентир места охоты пеламиды Скопление птиц над водой Когда наша хищница начинает охотиться на анчоуса снизу То он поднимается в верхние слои воды И уже здесь его начинают бомбить пернатые В этой пищевой цепочке мы также играем одну из важных ролей Только в отличие от хищников подводных и пернатых Свою добычу мы будем отпускать Ведь к полудню мы уже взяли несколько экземпляров на вкусный праздничный ужин Так что все, что будет поймано сверх этой нормы Отправится обратно в Соленое море Поклевки следуют одна за другой На смену одиночным результативным вываживаниям приходят дуплеты Мы вновь нашли очень перспективную точку Которая приносит нам буквально роса безубастых трофеев Главное довести их без сходов и благополучно поднять на борт Главное довести их безубастных трофеев Главное довести их безубастных трофеев Как мы и обещали, все, что поймаем после полудня, тут же отпустим. Новый проход – новый дуплет. Давид Ахайон и Александр Прайс в случае удачного исхода очередного вываживания должны увеличить счет пойманных трофеев за сегодняшний рыболовный выезд, реализовав пару результативных поклевок. И как вы помните, все пойманные нами пеламиды будут, конечно же, отпущены. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Третьяне Субтитры подогнал «Симон» Ну вот, в моих руках Пеламида. Как я уже говорил, ее место рождения – Красное море. И через Суэцкий канал она переходит к нам, в Средиземное море. Причем держится она лишь у берегов Израиля. Больше нигде в Средиземном море вы ее не встретите. Ее никогда не видели ни у берегов Франции, ни у берегов Испании. Эта рыба очень хорошо чувствует себя здесь, в районе Ашдода. С наступлением зимы наступает пик ее активности, и она ловится очень хорошо. То, что мы поймали сегодня, уже через несколько часов станет очень вкусным ужином для нас. Эта рыба считается деликатесом. У нее очень хорошее мясо. Но, как вы могли заметить, во время рыбалки мы не берем лишнего. Не берем все подряд. Мелкую рыбу мы отпускаем всю, в надежде, что через год мы сможем снова поймать ее, когда она подрастет. Кроме пеламиды, здесь можно поймать еще локуса, это бытовое название группера, и некоторых других представителей крупных морских хищников. Я призываю всех рыболовов проявлять больше ответственности во время рыбалки и бережнее относиться к морю. И, конечно же, желаю наслаждаться морской рыбалкой. Подходит к концу наш рыболовный день, и мы из паучины морской держим путь к земле обетованной. Через несколько минут мы достигнем входа в марину города Аждот, перешвартовав катер на специально оборудованной стоянке. Вымотав из воды снасти, мы возвращаем оснащенные троллинговые спиннинги в свои гнезда, но уже с пристегнутыми к креплению колец воблерами. Сегодня эти удилища потрудились на славу, впрочем, как и сами рыболовы, поймавшие и выпустившие обратно в море дюжину средиземноморских пеламид. Нас встречает современный порт города Аждот, где и закончится наше рыболовное путешествие. Мы знаем, что Израиль известен многим из вас как мировой центр паломничества, с городами-курортами и славящийся на весь мир медициной. Проект «Мировая рыбалка» постарался открыть для вас Израиль рыболовный, куда может приехать каждый и, выйдя на арендованной яхте в Средиземное море, совместить этот вид отдыха с традиционными туристическими маршрутами, характерными для этих древних и красивых мест. Вот и закончилась наша рыбалка здесь, в Израиле, на Средиземном море, вблизи города Аждот. Я считаю, что все у нас, в общем-то, получилось неплохо. Как и планировали, мы поймали пеламиду. Нам посчастливилось поднять десяток рыб, половина из которых была довольно приличных размеров. Ну, остальные, можно сказать, что не зачет. Это связано с тем, что вода еще довольно мутная, еще не до конца отстоялась после штормовой недели. Если бы она была чище, то наш результат был бы гораздо лучше. Мне очень приятно, и я очень благодарен проекту «Мировая рыбалка» за возможность рассказать о ловле на Средиземном море в Израиле. Благодарю вас еще раз. Всего доброго и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok